Мы продолжаем нашу рубрику «Словарь буддизма», и в этом видео мы поговорим про учеников Будды. Сразу предупреждаю, я надеюсь, что те, кто меня смотрит, уже это понимают, что мы не можем с точностью сказать, являются ли ученики Будды, которые упоминаются в сутрах, реальными личностями, или их никогда не существовало. Мы не можем этого сказать. И, в общем-то, это не очень-то и важно. Точно так же, как в случае с семьёй Будды. Что важно, это чему мы можем научиться из этих историй, и что мы можем применить на практике. У Будды было очень много учеников, и монахов, и мирян, поэтому я сегодня не буду рассказывать обо всех, я ограничусь только пятью личностями. И нет, это будут не первые ученики Будды, хотя их тоже было пять. Да, первые ученики Будды, и на самом деле это, мне кажется, довольно важно, были те самые люди, с которыми он практиковался до того, как понял ошибочность своего пути. Это были пять аскетов. Они покинули Будду, когда он на их глазах принял подношение, видимо, лочной каши. Они сказали, что всё, ты нас предал, ты неправильный, и ушёл от них. Ушли от него, в смысле. Но после того, как Будда просветлился, он первым делом пошёл к ним. Ну, по всей видимости, рассудил, что у них есть и опыт, и желание слушать. И хотя поначалу они были весьма настороженно настроены к его проповеди, но, тем не менее, они приняли то, чему он их учил, и стали его учениками. Но впоследствии мы о них немного знаем. То есть, они где-то существовали и даже достигли просветления, но наиболее важными они не были. А мы сегодня поговорим о тех, кто наиболее важен. И для начала это, конечно же, Ширипутра и Магавана. Два великих ученика Будды. Ну, мне они очень импонируют. Вот я расскажу, поймёте, наверное, почему. Итак, Ширипутра и Магавана были знакомы с самого детства. Они были очень-очень близкими друзьями. И с раннего детства они поняли, что они не пойдут по стопам своих родителей. Они будут искать возможности для просветления. Будут искать истину. Поэтому они ушли в аскеты и ходили по всему миру в поисках идеального учителя. Кого-то они находили, но потом оказывалось, что это вовсе не идеальные учители. Они шли дальше. И вот так они ходили до тех пор, пока им уже не было сорок с лишним. И они поняли, что, кажется, идеального учителя как-то не получается найти. И решили на какое-то время разделиться. Хотя все сорок лет они были вместе. Они решили разделиться для того, чтобы пойти в разные стороны. И первый, кто встретит идеального учителя, должен был сообщить об этом второму. И повезло Ширипутре. Он встретил по дороге одного из тех самых первых пяти аскетов, которые ему рассказал о Будде. Ширипутра, выслушав его рассказ, понял, что именно такой учителям нужен и поспешил найти Магавану. Он нашел Магавану и вместе они уже пошли к Будде. Будда, как только их увидел, сразу понял, что это те ученики, которых он ждал. Ширипутра и Магавану, хотя они присоединились позже многих других учеников Будды, очень скоро стали самыми важными учениками Псанхи. Они заботились о других монахах. И они очень большое влияние оказывали в том числе на Будду. Да, на своего учителя. Ширипутра, очевидно, был более разговорчив, потому что он упоминается в очень многих сутрах, как собеседник Будды и не только Будды. Вот сутра сердца у нас тоже, кстати сказать, начинается с Ширипутры. Именно к нему обращается Вала Китишвара. Магавана был, возможно, молчаливее, но Будда к нему обращался, когда у него у самого возникали сомнения, в том, прав ли он. То есть он спрашивал советы тогда у Магаваны. Эти двое были и дальше неразлучны, но вот интересно, что они разлучились в смерти. И их смерть тоже очень-очень важна для учения Будды. Я сейчас объясню, почему. Во-первых, расскажу, как так получилось, что они умерли. И первым умер Ширипутра. Он отправился в родную деревню, потому что хотел непременно обратить свою маму в буддизм. И ему это удалось, но он заболел и не вернулся. Магавана, оставшись один, отправился в горы медитировать в одиночестве. И хотя о нём было известно, что он владел некими сверхъестественными силами, то есть он был значительно сильнее любого человека, там в горах на него напали разбойники. Он ничего не смог с ними сделать. Он погиб от их руки. И Будда лишился двух своих любимых учеников. Ему от этого было очень тяжело, и он сам говорил, что Сангха опустела, но тем не менее именно смерть этих двух учеников сподобила его на очередную лекцию о том, что не стоит привязываться к смертному телу. То есть, да, понятно, мы очень расстраиваемся, когда умирает кто-то важный, но не стоит вот на этого важного человека особенно полагаться. Даже если ты остаёшься один, нужно продолжать стремиться к просветлению. Вскоре после этого Будда сам умер. Есть интересное мнение, что Шарипутра и Магавана умерли раньше Будды не просто так, а потому, что они бы не выдержали его смерти. То есть, возможно, это сбило бы их с пути. Поэтому им была дана возможность уйти раньше. Итак, у нас есть Шарипутра и Магавана. Шарипутра был бледнокожим, а Магавана описывается как темнокожий человек. Даже говорится, что его кожа имела несколько такой голубоватый оттенок. Но, с другой стороны, у нас есть две великие ученицы Будды – Кема и Упалавана. Кема, соответственно, была, опять же, белокожая, а Упалавана – с таким же голубоватым оттенком кожи. Опять же, этот момент тоже важен, потому что он описывает, что учение Будды предназначается для всех рас, всех каст и так далее. Ну, давайте же поговорим о том, кем были Кема и Упалавана. Кема была королевской крови. Она дочь царя и царица, жена другого царя. Кема была очень красива и вообще обожала всё красивое. Её приверженность к красоте была настолько сильной, что даже её муж начал беспокоиться. Муж, кстати, был большим почитателем Будды, и он решил, что надо бы жене тоже сходить и пообщаться с Буддой. Поэтому, так как жену было никак не уговорить ни на что другое, кроме как разглядывания чего-то красивого, он нанял поэтов, которые описали место пребывания Будды как невероятно красивое. И тогда Кема согласилась туда сходить и посмотреть. И вот она пришла, и что она видит? Да, действительно, там очень красиво, но что её больше всего привлекло, это то, что рядом с Буддой стояла невероятно красивая женщина, которая обмахивала его веером. И Кема даже не столько на Будду смотрела, сколько на эту женщину. Такая она была красивая. И вот она увидела, как эта женщина постепенно стареет, 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 а потом уже превращается в скелет, обтянутый кожей, и умирает. И Кема, увидев это, поняла смысл недолговечности, красоты, и потом уже слушала Будду. И настолько внимательно слушала, что просветлилась, даже ещё не успев уйти в монахиню. После того, как она просветлилась, она, конечно же, ушла в монахиню. Что по этому поводу думал её муж, мы не знаем. Впрочем, Кема нашла своё счастье. Она стала самой великой прославленной ученицей Будды. Он её назначил главной ученицей. Она впоследствии была настолько крутой, что даже давала вместо Будды проповеди, причём проповедовала мужчинам, что в то время вообще считалось абсолютно недопустимым. И мужчины, выслушав её проповедь, иногда несколько удивлённые и поражённые, шли к Будде, спрашивали, всё ли она правильно сказала. И Будда повторял им то же самое слово в слово. После чего никто уже не сомневался, что Кема действительно всё говорит правильно. Интересно, что Кема была одним из любимых объектов искушения для Мары. Демона, который регулярно вообще искушал всех учеников Будды, к ней он приходил сперва в виде очень красивого юноши. Надеюсь, что она соблазнится. Но Кема, которая к тому моменту уже поняла, что красота – это вовсе не так уж и круто, наоборот, увидев этого прекрасного юноши, юношу испытала крайне неприятные чувства, и чуть не стошнила, и она от него убежала. Потом Мара приходил к ней и давил на то, что ты был глупая женщина, и достичь просветления ты никогда в жизни не сможешь, тебе всё это кажется. На что Кема просто даже не стала вступать с ним в никакие пререкания, сказала, да мне абсолютно не важно, глупая я, не глупая женщина, я мужчина, иди лучше поговори с кем-нибудь, кому это интересно. Вот такой интересный человек. И второй великой ученицей была Упалавана. Упалавана тоже была очень красива, и в отличие от Кемы, она от своей красоты в основном страдала. Про Упалавану мы знаем не очень много, на самом-то деле. Мы больше знаем про её прошлые жизни, в которых она плевать, что станет ученицей Будды, чем про жизнь её именно в качестве Упалаваны. И есть несколько противоречивых сведений о том, что с ней было. Наиболее распространённая версия, что она была дочерью некого зажиточного купца, и она была настолько прекрасна, что к ней посватались сразу практически все власть придержащие из окрестных земель. И отец очень испугался, потому что он понял, что кому бы он не отдал свою дочь, начнётся большая-большая свара. Он не знал, что делать, но в конце концов они с дочерью решили, что единственный выход – это уйти в монахини. И она с радостью ушла в монахини, потому что уже поняла, что такая жизнь – это далеко не кайф. И так она стала монахиней. По другим сведениям, она несколько раз побывала замужем, это всё всегда очень плохо оканчивалось, тогда она пошла в куртизанки, надеясь, что, может быть, такой образ жизни будет лучше. Ну и это оказалось так себе, и тогда уже она стала монахиней. В любом случае, Упалавана очень быстро тоже просветлилась и получила, опять же, особые способности. И вот интересно, да, что здесь она как бы дублирует Мугавану, да, тёмный цвет кожи, голубоватый даже, особые способности. Поэтому некоторые говорят, что, может быть, это даже был один и тот же человек. Ну, трудно сказать. Кстати, это не единственное. Мы потом поговорим про ещё одну интересную вещь, которая у них как бы слегка дублируется. Итак, Упалавана самая сильная, просветлённая ученица Будды, известна ещё таким эпизодом. Среди её поклонников был один очень-очень-очень настойчивый молодой человек, который надеялся даже после того, как она шла в монахини, что она одумается и всё-таки выйдет за него замуж. И вот он её преследовал, 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 но подходить он к ней побаивался, как раз из-за её особых способностей. И вот однажды Упалавана отправилась опять же в годы уединённо медитировать, а парень пошёл за ней и решил совершить то, что сейчас описывается, как называется, коррекционным изнасилованием. Он надеялся, что он её изнасилует, она будет вынуждена уйти из Сангхи. И он на неё напал, и почему-то опять же её способности не сработали. Он её изнасиловал, после чего сразу же провалился в ад. Тоже, кстати, интересный эпизод. Вот мы как-то обсуждали с одной знакомой исследовательцей по поводу того, почему же он провалился в ад после совершения насилия, а не до него. И вариантов ответа много, то есть, может быть, здесь сработала прошлая карма у Палаваны, из-за которой с ней должно было что-то такое произойти. Или, как вариант, ему оставлялся какая-то возможность для того, чтобы одуматься или хотя бы раскаяться. Но так как юноша не раскаялся, туда ему и дорога. А у Палавана отправилась к Будде, рассказала о том, что произошло, и Будда сказал, что ничего такого, собственно, не произошло, всё она правильно сделала, и в её случае это даже не нарушение клятвы целебата, потому что согласия-то она не давала. Но с тех пор монахиням было запрещено практиковаться в горах одним, именно потому что вот что с ними может произойти. И помните, я сказала, что, опять же, схожесть с Магаланой, да? Ну вот, Магалану убили разбойники, Палавану изнасиловали, и их особые способности не сработали. И тот, и другой случай, в том числе иногда объясняется тем, что с ними это просто должно было произойти. Итак, у нас есть Шарипутра, Магалана, Кема и Упалавана, четыре великих ученика. Два ученика, две ученицы. Но я хочу рассказать про ещё одного великого ученика. Он действительно был великим, хотя, может быть, несколько в другом смысле великим. Я хочу поговорить про Ананду. Ананда был родственником Будда, он был его кузеном. Он пришёл в Сангху очень молодым и никак себя особенно не проявлял. Ну, по всей видимости, у него даже были некоторые сложности с пониманием учения, но, тем не менее, ну, было-был. И он никого не интересовал до того момента, когда Будда вдруг не понял, что, кажется, он один не справляется со всеми делами, и ему нужен помощник. Тогда Будда спросил свою Сангху, кто хочет стать его личным помощником. И вызвались абсолютно все, кроме Ананды. И вот тогда Будда понял, что, кажется, только Ананда по-настоящему серьёзно относится к этому вопросу. И взял свои личные помощники, секретари именно Ананду. В качестве личного секретаря, помощника, Ананда мог требовать у Будды всё, что угодно. Он мог требовать себе послаблений в плане медитации, послаблений в плане еды, сна, чего угодно. Но он обратился всего с тремя просьбами. Его условия были такие. Первое, что он сможет подавать Будде личные прошения по поводу каких-нибудь дел, и Будда всегда будет готов их рассмотреть. Второе, что он прямо во время проповедей будет задавать вопросы. И Будда всегда должен на них отвечать. И третье, это то, что если по какой-то причине какая-то проповедь будет сказана Буддой в отсутствии Ананды, он должен её непременно потом при Ананде повторить. Будде было нетрудно согласиться на эти три условия. И надо сказать, что первое условие выполнялось регулярно. Мы об этом точно знаем. Ананда время от времени просил Будду рассмотреть какой-нибудь вопрос, и Будда его рассматривал. Благодаря вот этому условию Будда, например, решил таки, что женщин тоже необходимо принимать Псангху. То есть, что женщины тоже могут становиться монахинями. У него на этот счёт были сначала сомнения. Он был абсолютно уверен, что общество это не поймёт. Но Ананда его убедил. Причём очень хитро убедил. Он припёр Будду к стенке, буквально задавая вопросы, и Будда на них отвечал. То есть Ананда спросил, «Может ли любой достичь просветления?» «Да, конечно», — сказал Будда, «любой». «Женщины могут достичь просветления?» «Да, конечно, могут достичь просветления». «Монахи проще достигают просветления?» «Да, конечно, монахи проще достигают просветления». «Если женщина станет монахиней, ей проще будет достичь просветления?» «Да», — сказал Будда, «проще». «Ну так». И таким образом Ананда добился от Будды, что тот, несмотря на все проблемы, с которыми сталкивалась Сангха из-за такого шага, согласился принимать монахинь в Сангху. Поэтому, кстати, Ананда весьма почитается среди женщин. Но вот два последних, скажем, при жизни Будды особо не рассматривались. То есть, ну да, оно задаёт Ананда постоянно вопросы, требует, чтобы при нём повторяли все проповеди. Ну, может, ему так хочется. А вот потом, после смерти Будды, когда собрали большое собрание, чтобы решить, что делать с наследием Будды, как вообще все его проповеди передать, ну как-то, не знаю, сформулировать всё учение, на это собрание пригласили только тех, кто достиг просветления. Ананда к тому моменту просветления не достиг, то есть его даже не пригласили. Но он всё равно каким-то образом пришёл. Есть версия, что просветлился он в ночь перед собранием. Есть версия, что вообще не просветлялся. Ну, в общем, каким-то образом он там оказался. И вот когда все присутствующие стали пытаться вспомнить, а что же там Будда, собственно, говорил, вдруг выяснилось, что Ананда, который всё это время задавал вопросы, причём уточняющие по любому поводу, который слышал вообще все проповеди Будды, ещё и обладал одной интересной особенностью. У него была абсолютная память, и он помнил вообще всё, что Будда говорил. Вот если вы читали сутры, наверное, вам встречалась вот эта формулировка «так я слышал» в начале сутры, да? Ну, угадайте с первого раза, кто этот я. Это всегда Ананда. То есть именно благодаря Ананде у нас есть вообще всё учение Будды, все сутры. Он всё записал, вернее, просто передал всё вот это учение, которое хранилось у него в памяти. Вот поэтому мы почитаем Ананду. Ну что ж, я рассказала про пять учеников, которых я сочла наиболее важными. Если у вас есть какой-то любимый ученик Будды, пожалуйста, напоминайте его в комментариях, и мы о нём тоже непременно поговорим. Спасибо за внимание. Пока-пока.